Здравствуйте! 60 часов за рулём – абсолютное безрассудство, если воспринимать эту фразу буквально. Однако каждый год на протяжении последних 11 лет 60 часов за рулём – это ещё и марафон испытания для собранных в России, как правило, бюджетных автомобилей. Оно проводится под эгидой старейшего российского автомобильного журнала «За рулём». Посмотрим своими глазами. Цель нашего марафона, который называется «60 часов за рулём» – показать надёжность автомобилей. Или, что, соответственно, наоборот, выявить какие-то недостатки автомобиля в ходе жёсткого режима эксплуатации. Каков смысл? Наверное, можно это коротко для людей объяснить так, что чем мы сильнее нагружаем автомобиль в короткий период времени, тем больше вероятность поломок. Тот объём нагрузы, который получают наши автомобили за 60 часов, обычный автолюбитель приложит к своему автомобилю суммарно эту нагрузку, допустим, за 100 тысяч километров примерно. Может быть, чуть меньше, чуть больше, в зависимости от стиля езды. И вот мы в эти 60 часов очень сильно нагружаем двигатель, подвеску, шины, тормоза, трансмиссию. И, естественно, смотрим, что с автомобилем происходит. А происходить могут совершенно разные вещи. Это что касается собственного испытания. Второе. Какие автомобили? У нас есть правила, мы берём, стараемся, во всяком случае, брать автомобили не самые дорогие, а, проще говоря, бюджетные или народные. И, что очень важно, собранные в России. На одном из российских предприятий. И сегодня у нас как раз такая компания. Потому что у нас на кольцо сегодня вышли Lada Granta, Ford Fiesta и Datsun Mi Go. Недорогие машины с автоматами. Мы выезжаем на кольцо, ездим какое-то определённое количество часов, львиную долю времени по кольцу в режиме максимальной скорости. То есть это педаль газа в пол. И пит-стопы только на дозаправку и смену пилота. К этому упражнению добавился булыжник. То есть там, где мы нагружаем очень сильно подвеску, это движение по булыжнику. А поскольку у нас помимо пилота в машине ещё три манекена, три по 75 килограмм наливные так называемые манекены, которые сидят на заднем сидении и, естественно, пристёгнуты ремнями безопасность, то мы имеем нагрузку где-то три четверти от максимальной. Кроме того, в этом году мы ещё решили расширить типы испытаний. Мы будем применять активное торможение. То есть несколько часов мы отведём на то, чтобы разгоняться примерно до 120 километров в час и потом резко тормозить, имитируя классическую дорожную ситуацию, когда водитель разогнался, едет, установившийся режим, и вдруг что-то происходит. Трактор выезжает, проспал поворот, ещё что-то, и он тормозит практически в пол. Торможение это со 120 до 5 километров в час, чтобы снизить возможное влияние работы АБС, которое может быть некорректно в тех или иных условиях. Кроме того, мы добавили совсем уж необычное испытание. Мы будем подниматься в крутой подъём 30-процентный, останавливаться на нём и двигаться дальше. Это довольно серьёзное испытание для автомобилей не полноприводных, не внедорожников. Вы проводите это мероприятие, если не ошибаюсь, в 11-й раз, правильно? В 11-й раз, да. В 11-й раз. Как сами производители относятся к результатам испытаний, к самому испытанию? С радостью они предоставляют машины, либо есть какие-то отказы? Производители относятся, с одной стороны, с осторожностью, с другой стороны, заинтересованы в таких работах, потому что кто-то хочет действительно выявить надёжность своих машин. Почему относятся с осторожностью? Потому что люди хотят понимать, как нагружают их автомобили, не насилуют их, то есть не забивают ли ими гвозди, условно говоря, или свают. И, соответственно, у нас целая команда техников, которые следят, которые обеспечивают наш марафон. Мы контролируем состояние шин, состояние подвески, состояние масла, уровень масла в агрегатах и так далее, и так далее. И, конечно, когда что-то с автомобилем происходит, а происходить могут совершенно разные вещи, реакция, ну, понятно, наверное, не самая радостная. Обычно производители очень трепетно относятся, но помогают, потому что они понимают, главная задача, чтобы их машина доехала до финиша. Мы разбиваем 60 часов примерно, непеременно, а на 5 дней, там могут быть разные неровные какие-то дни, 10 часов, может быть, или 13 часов. И, соответственно, дни разбиваем на упражнения. Например, сегодня мы ездим только скоростное кольцо. В какой-то день будет скоростное кольцо и булыжник. В какой-то день будет разгон торможения и булыжник. Чередуем, чтобы люди не закисали на одной работе, ну и чтобы автомобили, опять же, нагружать по-разному. У нас все продумано, есть целое расписание. Это такой... была серьезно проведена работа. Давайте, уважаемые дамы и господа, посмотрим своими глазами, как же проходят испытания автомобилей. Я напросился буквально к экспертам с рулем, рядом со мной заведующий отделом информации, воправь меня, Максим Сачков. Максим, приветствую. Мы сейчас с вами, дорогие друзья, на одном из циклов этих испытаний, который включает в себя брусчатку. Максим, скажи мне, а вот что это из себя представляет? Сколько это булыжная мостовая, которая была сделана, если не ошибаюсь, еще в 61-м году, когда полигон, собственно, был построен? Этот круг порядка 5 километров. Едем мы по нему в зависимости от автомобиля. Вперед мы пускаем самый медленный автомобиль. Самый медленный он не по максимальной скорости, а по возможностям езды. Мы как раз вот въехали, у нас сейчас скорость где-то порядка 15 километров в час. Для «Фиеста» это предел. Если она поедет быстрее, она уже будет задевать днищем, поэтому вот мы ограничиваем скорость. А на некоторых участках, где более-менее ровненький, где булыжник сохранился хорошо, мы едем со скоростью до 60 километров в час. Вообще, когда задумывались какие-то испытания, эти испытания были, в первую очередь, на надежность. Здесь, на этом участке, мы тоже проверяем надежность, потому что здесь мы можем максимально нагрузить подвеску. Двигатель и трансмиссия здесь нагружаются не сильно, но это именно подвеска и кузов. И плюс к этому смотрим, насколько хорошо подограны детали интерьера. То есть вот что можно сказать конкретно по этой машине? Несмотря на то, что в подвеске очень хорошая дорогоемкость, плавность кода, на мой взгляд, очень плохая. Она не то, что плохая. Она недостаточная. То есть хотелось бы немножко больше. Можно сказать, что у нее очень плохие характеристики, вот именно демпфирование. То есть, несмотря на вот это частый булыжник, очень сложное покрытие, а наоборот того, что скользкое, амортизаторам очень тяжело гасить, потому что неоднородные ямки возникают. То есть получается, у тебя брошенные амортизаторы всегда работают, что называется, в пределе своих возможностей. И как раз-таки, вот насколько они могут гасить вибрации сразу, на какие-то такого рода покрытия, это же очень хорошо видно. Именно поэтому мы ездим по булыжнику, чтобы все вот это вот отследили. Когда разработчик делает подвеску, он всегда пытается... Пройти некий баланс, на самом деле, управляемость и комфорт. Да, некий компромисс между комфортом, управляемостью, плавностью кода. После испытания грузчатой вы будете делать проверку диагностики, ну, то же самое подвески, и ничего там не открутилось, и не провалилось. Или уже если сломалось, так вот, собственно говоря, и сломалось. Никаких дополнительных, скажем так, диагностик вы машинам после каждой секции испытаний не проводите? Мы не проверяем после каждой секции испытаний, у нас регулярные проверки идут ежедневно. То есть вечером мы загоняем машину на яму, загоняем ее на подъемник и смотрим, каково состояние автомобиля. Состояние шин, состояние подвески, состояние других агрегатов и узлов. Это сделается исключительно, ну, не исключительно, в первую очередь из-за безопасности тех же водителей. Потому что потом машина может выйти на скоростное кольцо, и не дай бог у нее что-то отвалится на скорости вот 200 км в час. Это будет не очень хорошо, не очень приятно. Ну, вот я смотрю, вы сейчас в одном месте все-таки немножко зацепили. Видимо, защита и ничего, у меня сложилось такое впечатление. Чуть-чуть мы зацепили. Ну, это, скорее, наверное, небольшой мой прощет, заговорился. Лучше извини. Не-не, ничего страшного. Немножко неровная дорога, и нужно было чуть-чуть другую траекторию выбрать. Наша задача не приложить машину, не сломать ее. Сломать ее, скажем так, правильно. То есть сломать ее длительностью испытаний, именно методика испытаний. А не сломать так, чтобы вот сломать по глупости. То есть наехать на что-то, врезаться во что-то. Нет, именно нужно ломать так, чтобы к нам не было никаких претензий. Ребята, да, она сломалась, но она сломалась потому-то, потому-то, потому-то. Не по нашей вине, а потому что здесь было именно слабое место. Ну, начнем с того, что очень правильно назвали этот тестом надежность, да, наверное, одно из самых авторитетных испытаний для автомобилей, которое длится в течение пяти дней по 12 часов в день, и где машины действительно проверяются на прочность, я бы сказал. Та машина, которая пройдет это испытание, мне кажется, воистину может называться действительно достойным автомобилем для этого рынка. Почему? Потому что ребята, насколько я знаю методику этих тестов, действительно выжимают из автомобиля абсолютно все. Я считаю, что таких тестов побольше бы, да, потому что действительно показывают объективную оценку автомобилей для этого рынка. Был опыт проведения подобного рода мероприятий, на которых определенные проблемы с автомобилями возникали, да, естественно, наша группа инженеров после теста работает над устранением, и реальные меры были приняты. Максим, приветствую. Привет. Ну что, пять дней позади, пять дней жесточайших испытаний. Реально, похоже, машины проехали 60 часов. Мы с нашими уважаемыми зрителями своими глазами смогли в этом убедиться. Давай подведем краткие итоги. Все, финишировали. Я так понимаю, что главное, все трое на месте, целое. В этом и есть главный итог. Все машины выдержали с какими-то нюансами, что какая-то машина понравилась больше, какая-то меньше, но все они доехали до финиша, и мы сами для себя и для наших читателей, и для зрителей доказали, что российский автомобиль российской сборки, не обязательно российского происхождения, но российской сборки, бюджетной и с автоматической, или с автоматизированной коробкой передач, может ехать в тяжелых условиях, ему можно доверять, и можно не бояться покупать такие машины. Это главный итог нашей работы. Спасибо большое, Максим. Поздравляю. Поздравляю с проведением игроков. Ну что, ребят, собираем влаги. Поехали. Мне остается лишь добавить, уважаемые телезрители, что мы с вами своими глазами убедились в серьезности и уникальности этого марафона 60 часов за рулем. А главное же, на мой взгляд, заключается в том, что сейчас в России, пожалуй, никто, кроме журнала за рулем, таких серьезных, тяжелых испытаний на полигоне не проводит. А их значение для нас, потребителей, потенциальных автовладельцев, трудно переоценить. Эти 60 часов дают нам реальную картину надежности конкретных моделей автомобилей. Немаловажная, согласитесь, информация. Продолжение следует...